Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы проведем второе занятие комбинированных заданий за курс второго класса. Проведем каникулы с пользой. Это не только поможет нам повторить и закрепить изученный материал, но и подготовиться к успешному началу следующего учебного года. Итак, сегодня мы с вами начнем с математики. Задание первое. Прочитайте задачу. Прочитаем задачу вместе. Мама отправила две посылки. Масса одной посылки 3 килограмма, а масса другой на 2 килограмма больше. Какова масса двух посылок? Подумайте, какое выражение является решением этой задачи. Рассмотрите выражения, которые даны под условием. Задание. Решите задачу по действиям. Выполните это задание, а потом проверим. Продолжение следует... Продолжение следует... проверим решение вашей задачи одна посылка 3 килограмма другая посылка неизвестно но сказано что на 2 килограмма больше нам нужно узнать какова масса двух посыл для того чтобы ответить на вопрос задачи нам нужно к массе одной посылки прибавить массу другой посылки но масса другой посылки нам неизвестно поэтому сначала первым действием мы узнаем какова же масса другой посылки по условию задачи нам сказано что она на 2 килограмма больше значит первым действием мы к 3 прибавим 2 получится 5 5 килограммов это масса второй посылки теперь нам известно масса первой посылки и масса второй и мы можем узнать массу двух посылок вместе мы к 3 прибавим 5 получится 8 килограммов а теперь еще раз обратите внимание на выражение после задачи скажите подтвердилось ли ваше предположение каким способом можно было решить эту задачу это третий способ первым действием мы узнали сколько весит вторая посылка к 3 прибавили 25 и плюс 3 это масса первой посылки 8 килограммов если вы решили задачу также то вы молодцы поставьте восклицательный знак работаем дальше следующее задание нужно начертить прямоугольник со сторонами 4 сантиметра и 3 сантиметра и найти его периметр вспоминаем периметр прямоугольника это сумма длин всех сторон для того чтобы найти периметр прямоугольника мы можем выполнить три разных способа каким способом будете находить периметр вы решите сами для того чтобы найти периметр нужно все стороны сложить а плюс б плюс а плюс б это первый способ второй способ по а взяли два раза по б взяли два раза так как противоположная стороны прямоугольников равны результаты сложить это второй способ третий способ мы можем одну сторону прибавить вторую сторону и эти две стороны умножить на 2 это третий способ начертите прямоугольник и найдите его периметр проверим 4 плюс 3 равно 7 7 умножить на 2 14 если у вас периметр равен 14 сантиметрам то вы нашли его правильно поставьте восклицательный знак далее следующее задание нам дан периметр квадрата периметр квадрата 12 сантиметров чему равна сторона квадрата начертите этот квадрат здесь нам важно помнить что у квадрата все стороны равны для того чтобы найти периметр квадрата нам достаточно сторону умножить на 4 так как у квадрата чему равна разделить на 4 12 разделить на 4 равно, верно, 3 сантиметра. Начертите квадрат, у которого сторона равна 3 сантиметра. Выполните это задание. Следующее задание. Будем решать задачи. Прочитайте задачу. Прочитаем задачу вместе. Девочка в первый день прочитала 17 страниц, а во второй на 8 страниц больше. Сколько всего страниц прочитала девочка? Скажите, задача простая или составная? Верно, задача составная. Для того, чтобы ответить на вопрос этой задачи, нужно выполнить два действия. Сначала мы узнаем, сколько страниц прочитала девочка во второй день. По условию задачи нам сказано, что она прочитала на 8 страниц больше. Когда мы узнаем количество страниц, которые она прочитала во второй день, мы сможем ответить на вопрос, сколько всего страниц прочитала девочка. Выполните решение этой задачи самостоятельно. Проверим. Первое действие. К 17 прибавим 8. 17 плюс 8 – 25. 25 страниц прочитала девочка во второй день. Теперь нам можно узнать, сколько всего страниц прочитала девочка. В первый день она прочитала 17, а во второй – 25. К 17 нужно прибавить 25. Получилось? Верно. 42 страницы. 42 страницы. 42 страницы девочка прочитала в книге. Кто выполнил решение этой задачи также, поставьте восклицательный знак. Вы молодцы! Решим еще одну задачку. Прочитайте. Прочитаем задачу вместе. У Иры 18 пакетиков семян однолетних цветов и 8 пакетиков семян многолетних цветов. Ира посадила семена из 9 пакетиков. Сколько пакетиков с семенами осталось у Иры? Задача простая или составная? Верно. Задача составная. Для того, чтобы ответить на вопрос этой задачи, мы должны выполнить два действия. Запишите решение этой задачи, а потом проверим. Продолжение следует... Проверим. Первым действием мы узнаем, сколько всего цветов было у Иры. Для этого мы к 18 прибавим 8. 18 плюс 8 – 26. 26 пакетиков было у Иры. Из этих 26 она посадила семена из 9 пакетиков. От 26 вычтем 9. Получится... Верно. 17. 17 пакетиков с семенами осталось у Иры. Если вы решили задачу так же, поставьте восклицательный знак «Вы молодцы». Выполним следующее задание. Нам нужно сравнить значение выражений. Запишите выражение сверху над знаками плюс-минус. Напишите значение этих выражений. И поставьте знаки «больше», «меньше» или «равно». Выполните это задание самостоятельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Следующее задание. Посмотрите внимательно на ряды чисел. Нужно записать их и вставить пропущенные числа. Подчеркнуть чётные числа, а нечётные обвести в кружок. Давайте поработаем с первой строчкой. 49, после 49 идет 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56. Вспомним, что такое четные числа и нечетные. Четное число – это число, которое делится на 2. Числа могут оканчиваться на 0, 2, 4, 6 и 8. В нашем ряду четные числа 50, 52, 54 и 56. Их нужно подчеркнуть. Нечетное число – это число, которое не делится на 2. Числа могут оканчиваться на 1, 3, 5, 7 и 9. В нашем ряду нечетные числа 49, 51, 53 и 55. Выполните самостоятельно следующие две строчки. Молодцы! Работаем дальше. И сейчас поработаем по русскому языку. Нам нужно списать текст, вставляя пропущенные буквы. Прочитайте. Поставьте ролик на паузу и спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Сразу подумайте, к какой орфограмме относятся данные слова. Выполните это задание. Вспомним орфограммы. Первая орфограмма. Чтобы проверить безударный гласный в корне слова, надо подобрать такое проверочное однокоренное слово, в котором проверяемый безударный гласный станет ударным. Второе правило, на которое были допущены пропуски букв – парные согласные. Чтобы проверить звонкую или глухую парную согласную, нужно изменить слово так, чтобы после этой согласной стояла гласная. А теперь задание. Выпишите слова с пропущенными буквами. Подберите проверочные слова, орфограмму подчеркните. Выполните это задание, а потом проверим. Проверим, как вы написали слова и подобрали к ним проверочные. Итак, у вас было слово «дождей». Слово «дождей» пишется с буквой О. Проверочное слово «дождь». Что мы сделали? Мы подобрали однокоренное слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Безударный гласный стал ударным. Орфограмма в корне. Корень – дождь. Следующее слово «грибы». Проверочное слово «гриб». Орфограмма безударный гласный в корне слова. Изменили слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Если в слове один слог, то знак ударения ставить не нужно. Гриб. Следующие орфограммы на парные согласные. Слово «шляпкой». Нам нужно проверить парный согласный проверочное слово «шляпа». Что мы сделали? Мы подобрали слово так, чтобы после согласный был гласный. Орфограмма парные согласные в корне слова. Когда мы парные согласные проверяем, то значок ударения ставить не нужно. Слово «шапка». Нам нужно проверить звук «п». Проверочное слово «шапочка». Что мы сделали? Мы подобрали однокоренное слово так, чтобы после согласной, которую проверяли, стоял гласный. Орфограмма в корне. Корень «шап». Следующее слово «ножки». Парный согласный. Проверочное слово «ноженька». Что мы сделали? Подобрали однокоренное слово так, чтобы после согласного был гласный. Орфограмма в корне. Выделяем корень. И еще у вас одно было слово «на шляпке». Мы уже писали это слово «шляпкой». Проверочное слово «шляпа». Если вы выполнили задание так же, поставьте восклицательный знак «Вы молодцы». Сегодня мы с вами выполнили второе занятие комбинированных заданий по русскому языку и математике за курс второго класса. Я желаю вам хорошего отдыха, но не забывайте, что каникулы нужно проводить с пользой. Обязательно каждый день читать, немного писать и немного считать. И тогда вы успешно начнете следующий новый учебный год. Всего вам самого хорошего. Жду вас на следующих занятиях. Делитесь этими роликами в социальных сетях и родительских группах. До новых встреч!